Теплое сердце Якутска, так в народе называют, якутскую ТЭЦ. В этом году источник электрической и тепловой энергии, теплая электроцентраль, отмечает 80 лет с момента запуска новой станции. Первая электростанция в городе была построена в 1914 году. К концу 20-х годов прошлого века, с увеличением территории столицы, ее мощности уже не хватало. И решением Высшего экономического совета РСФСР в 1937 году была возведена новая якутская ЦЭЦ. по уникальной технологии. Продолжит тему Любовь Васильева. С тех пор якутская ЦЭЦ продолжает служить городу верой и правдой. Мы сегодня самый крупный теплоисточник города Якутска. Кроме того, мы еще и предприятие тепловых сетей, которое обслуживает все тепловые сети города. Всего их 337 километров в двухтрубном исполнении. Вся тепловая схема большого города на экране, как на ладони. Вадим Андреевский показывает, откуда, куда идет тепло. Сегодня ЦЭЦ обеспечивает тепловой энергией примерно 60% города Якутска. Во благо обеспечения энергии каждый дом предприятий работает круглые сутки, целый год. Профилактика бывает только в августе. Именно здесь, по информации гидрометеослужбы, регулируют температурную подачу тепла. И именно здесь горожане получают ответ на вопрос, почему в городе нет света. Наша задача обеспечения надежного электро- и теплоснабжения. У нас работает 4 смены, по 12 часов работают. Если раньше запускали водогрейные котлы вручную, в данное время один машинист через компьютер уже может сама одна запустить и вести режим работы. Конечно, есть у нас тут люди, которые больше 40 лет работают, ветераны, энергетики, опытные. Уже передают свой опыт, как бы сказать, младшим своим коллегам. На пяти основных цехах и подразделениях предприятия работают 515 человек. И сегодня по преемственности поколений добрые традиции отцов продолжают молодое поколение энергетиков. Машинист котла Маргарита Панова имеет 20-летний стаж. Машинист занимается обслуживанием и наблюдением за производительностью парового котла. У нас их тут два, первый и второй котел. На данный момент работает один котел. И смотрим за производительностью котла, чтобы все параметры у нас были в норме, так как пар подаем на турбину. Ну и, соответственно, турбина дает свет и тепло. Водогрейные котлы дают у нас гикокалории на теплопроизводство. Всю энергию вырабатывают 5 водогрейных и паровых котлов. Норма мощности 12 мегаватт. Здесь ТЭЦ прокачивает около 4000 кубических метров воды и вырабатывает около 500 гигакалорий в час. Воду предприятие восполняет из своего водоема. Благодаря профессионализму энергетиков и поддержанию параметров режима и эксплуатации сохраняется хорошее состояние котлов, хотя некоторые из них работают уже 40 лет. В этом году подготовка к отопительному сезону была очень напряженной, потому что в этом году вводится ГРЭС-2, тепловые сети от этого источника. И, естественно, для нас, как предприятия тепловых сетей, очень важно, чтобы эти сети работали надежно, чтобы новые потребители подключались к якутской ГРЭС-2. И я думаю, что это даст тоже новый толчок к развитию города Якутска. Вот уже на протяжении 80 лет энергетики ТЭЦ работают во благо населения. Они трудятся в самых сложных условиях с оборудованием, с высокой температурой, давлением и зимой на холоде. Якутская ТЭЦ – победитель городского конкурса «Лучшая организация охраны труда на предприятии» не сбавляет темпы развития и готова вырабатывать столько тепла, сколько необходимо для комфорта города. Любовь Васильева, Андрей Рукавишников. День за днем. Якутия.